Друзья, привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этом видео я вам расскажу про стриминг Xbox, который недавно стал доступен в России. И который, кстати, дает возможность поиграть в игры от Xbox One на мобильном устройстве. Расскажу, как включить эту функцию, как настроить, расскажу о своих ощущениях, а также расскажу о плюсах и минусах. И, как всегда, перед началом видеоролика попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал для помощи в развитии канала. Спасибо! Начнем с того, что этот самый стриминг — это не xCloud, с которым многие его путают. Просто у них одно и то же приложение, и многие думают, что это xCloud. Нет, этот самый стриминг — это, по сути, потоковая передача без домашней сети. То есть, по сути, игра просто транслируется на ваш телефон, чтобы вы смогли поиграть далеко от дома. А что тогда xCloud, спросите вы? xCloud — это уже стриминговый сервис, который берет всю нагрузку на себя и делает трансляцию не с консоли, а с серваков-майков. Совсем недавно вот эта функция стриминга добралась и до нашего региона. На самом деле, я безумно рад этому событию, поскольку нас не забыли, и есть все еще надежда, что с выходом нового Xbox'а все будет хорошо. И давайте покажу, как его настроить. Если что, я тоже сталкивался с общими проблемами и знаю путь их решения. Для начала на Xbox скачиваем это приложение. После соглашаемся со всем, чем нам предложат, и становимся так называемым инсайдером. Если что, никакие опросы, квесты проходить не нужно. То есть я сначала тоже столкнулся с проблемой и думал, что функция недоступна тем, у кого маленький уровень в этом приложении. Но нет, все гораздо проще. Переходим в предварительный контент и включаем себе вот эти пункты. Просто многие лишь становились тем самыми инсайдерами и все, и не включали второй пункт. И поэтому у них в мобильном приложении дальше первого окна никуда не входило. Просто включите, чтобы вам тоже приходили новые обновы, и тогда у вас приложение запустится. Далее на телефон через Play Market скачиваем приложение стриминга. Ну и конечно же логинимся в этом приложении по своим профилям. Далее мы просто находим свою консоль и выполняем пункты, которые будут не выполнены. Один из таких пунктов это будет обновление геймпада. И тут, внимание, ни в коем случае не выключайте USB провод с вашего геймпада при обновлении. Если вдруг при обновлении вы вытащите USB провод, то геймпад у вас просто умрет. Я не шучу, я уже записывал об этом видос, если хотите, посмотрите. Также у многих, возможно, возникает вопрос по поводу экономии энергии. Тут надо консоль просто переключить на мгновенный запуск. Плюс подключите геймпад по блютузу. Если не коннектит, то смотрите видео об лайфхаках. Там есть один из вариантов обхода этой системы. После всего проделанного можно уже следовать простой инструкции, которая будет на экране Xbox и на экране телефона. Если вдруг ничего не получилось, то просто перезапустите Xbox и перезапустите приложение. И начните настраивать все заново. Тогда при повторном подключении через телефон надо будет лишь на консоль нажать кнопку включить. И все. Ииии тадам! Мы сможем играть на мобильном устройстве в игре от Xbox One. Но делать пока что мы это можем только лишь на операционной системе Android. Да, любители Apple пока опрокинули, но я думаю, что это дело времени и там тоже все появится. Если что, функция работает без всяких VPN и без всякого переключения региона. Единственное требование на данный момент это Bluetooth 4.0, хорошее интернет-соединение, иметь планшет или телефон на операционной системе Android, который будет выше версии 6.0, и собственно иметь геймпад с блютузом. Пожалуй, все. Ребят, с вас за такую подробную инструкцию лайкусик. Честно сказать, функция прикольная и даже на этапе тестирования она работает очень круто. Да, бывают просадки, но играть все-таки можно. И при тестировании я все-таки советую вам подключаться к Wi-Fi с частотой 5 Гц. Тогда вы точно уменьшите себе задержку и всякие просадки. В принципе, можете сейчас наглядно посмотреть, как это все играется. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если что, данная функция будет работать, даже если вы будете находиться не дома. И чтобы включить ту же консоль, вам достаточно всего лишь поставить ее на мгновенный запуск. Если что, кстати, при помощи этого стриминга можно включить и выключить консоль. Единственный минус этой всей системы, пожалуй, лишь в том, что консоль должна быть включена. Это фигово, но это все-таки объяснимо. Просто вся эта функция, это трансляция и транслируется изображение именно с вашей консоли. То есть, если у вас консоль будет выключена, то кино не будет. В целом, играть можно, отклик приемлемый. Не сказать, что прям такой, как на самой консоли, чуть меньше, но играбельный. Игра в среднем идет в 30 FPS и капец, как может зафризить, если у вас 4G. При подключении к Wi-Fi ситуация намного лучше и там уже полноценно можно пройти какую-нибудь миссию. Но фриза или маленькая задержка все равно может быть. Если что, на стриминг доступны только те игры, которые установлены на консоли. Повторяюсь, это не xCloud, который при тестировании давал поиграть в игры от Xbox Game Pass. Кстати, если кто не знал, то потоковая передача она существовала уже давно и вышла официально только на устройство Windows 10. Да, на смартфоне она тоже есть, но это неофициально и через сторонние приложения типа OneCast. Сейчас же это выходит официально и самое главное то, что эта функция способна работать вне домашней сети. То есть раньше, чтобы вам можно было осуществить потоку и передачу, вам надо было два устройства, а именно Xbox и устройство, на которое идет трансляция, подключить к одной домашней сети. То есть по сути стриминг раньше делался только в пределах вашей квартиры. Да, как бы были обходные пути по типу смены IP-шников, вбивания и так далее, но это все-таки к стыли. Сейчас же при этой вот функции вы можете играть абсолютно где угодно, главное чтобы был интернет. Если что, я об этой функции мечтал с выхода Xbox One, поскольку на PlayStation 4 такая функция есть уже давно и называется она Remote to Play. Которая, кстати, помимо трансляции дает возможность поиграть через сенсор. Надеюсь на этот стриминг через Xbox One тоже такое сделают. Знаете, после получения долгожданной функции я понял, что я не буду ей пользоваться круглыми сутками. И это пожалуй из-за того, что от игры совершенно другие ощущения. Да, ты понимаешь, что ты играешь в игры от Xbox One на телефоне, но это в то же время не консольный, не мобильный, не портативный, а именно стриминговый гейминг. И такое ощущение возникает именно из-за того, что там есть некая задержка. Опять же, это лишь мое ощущение, если у вас другое, то напишите об этом в комментариях. И на мой взгляд данная функция пригодится лишь тем, у кого действительно много времени. В какой-нибудь там дороге, на работе или же учебе. Это действительно классная функция и она там реально пригодится. Поскольку я знаю универа, в которых просто дебильное расписание и у ребят между парами перерыв около двух часов. Это реально много и в этот момент нужно чем-нибудь себя занять и поэтому стриминг капец как подойдет. На данном этапе при 4G, который кстати есть не во всех регионах, вы вряд ли нормально поиграете. Что касаемо сравнения с мобильным геймингом, то пока идет бета-тест, я все-таки отдам предпочтение мобильному геймингу. Потому что там намного лучше отклик. Опять же, если этот стриминг будет работать без каких-либо задержек, то это уже будет мощно. Но чтобы он так работал, мне кажется нужно ждать 5G, который у нас выйдет, думаю не скоро. В целом я очень доволен, что майки наконец-таки реализовали эту функцию. Кстати, ее можно было реализовать очень давно. И благодаря ей я теперь могу поиграть на той же работе, где-нибудь там в толчке, на улице и так далее. Насчет поддержки xCloud в нашем регионе пока все еще неизвестно. Поскольку серверов Microsoft Azure все-таки нету на нашем регионе. Да, как бы говорили, что они есть, но вроде как все-таки нету. И знаете, благодаря этой функции я понял, что скорее всего этот xCloud не будет требовать наличия консоли. Поскольку всю вычислительную мощь на себя берет тот самый сервак. И если я не ошибаюсь, то вам нужен будет для этого только лишь аккаунт с купленными играми. Опять же, это лишь мое предположение, и как это будет на самом деле, никто не знает. Но пока этого нет, пользуйтесь функцией стриминга. В общем, у кого Android, делайте все по инструкции, тестируйте эту функцию и пишите о ней в комментариях. А на этом у меня все. Если понравилось видео, то обязательно ставь лайк, подписывайся на канал. И большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok